Продолжение следует... 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 И рассмотрим матрицу А. А это матрица оператора G в этом повесе. Смотрим его характеристики на вечеринке. Смотрим матрицу А. 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 Комплексное число С. Смотрим матрицу А. 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 Смотрим матрицы А. Смотрим матрицу А. Предположим, что минимумная часть числа С равна Н. То есть, можно считать, что С число вещественное, а если помнить, что множество вещественных чисел можно рассматривать как множество комплектов. Тогда, смотрите, С – вещественный горе. Вещественный горе. Вещественный горе. Комплективического многочлена. Следовательно, С является собственным числом для матрицы С. Смотрите, тут хочу пояснить терминологию. Матрица А вещественная. И поэтому мы работаем, нас интересуют пока что для матрицы А вещественные комплексные числа. Давайте я хочу сказать, что тут важно разницу с веществами помнить, поэтому я не знаю, что это не может быть. Я не знаю, что это не может быть, но не может быть. Продолжение следует... 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 А это матрица оператора G в варисе Е1Е в пространстве В. Мы много раз, смотрите, когда у вас есть, когда есть выбран базис в пространстве В, то можно там написать матрицу оператора. Но кроме того, когда выбран базис в пространстве В, появляется связь между пространством В и пространством ВРН. И вот все, что мы найдем в ВРН, можно переносить на В, используя этот базис Е1Е. Вопрос только, что аккуратно надо это сделать. Мы так уже много раз делали. Какая связь, если есть базис Е1Е, то какая связь между В и РН? Изоморфизм. Самая лучшая связь между двумя пространствами – это изоморфизм. Изоморфизм позволяет все структуры из одного пространства переносить в другое. И вот, значит, давайте вспомним, как в этой ситуации построить изоморфизм между РН и В. «Скорый экзамен». Но такие вопросы, если на экзамене вы на такие вопросы не сможете быстро отвечать, итог будет печальный. Мы уже несколько раз делали такое. Если в пространстве задан базис, пространство, допустим, на ДР, и задан в нем базис, то есть, то возникает изоморфизм между двумя пространством и пространством РН. Следующим образом справиться. Мы берем столбец из РН, например, альфа-1, и ставим альфа-1, и ставим вектор Е1 на альфа-1 и плюс и так далее. Столбец с компонентами альфа-1 и альфа-1 переводится в вектор, равный линейной комбинации вот этого базиса с коэффициентами альфа. Самая простая формула, какую можно себе представить. Давайте это запишем. Затем. Изоморфизма. Изоморфизма. Значит, B допустим, B, и лучше давайте входит Фи, он зависит от выбора вадиса, поэтому я прошу показать зависимость его от выбора вадиса, я вадис в индексе напишу. Фи, Е1, Е1. Этот изомархизм зависит от выбора вадиса, он, значит, из РНВ. И что он делает? Мы берем вектор альфа, вектор столбец альфа. И поменяя, как действует изомархизм, фи от альфа, оно, вот в такой лениной комбинации. Мы уже много раз проверяли, что такое отображение является изомархизмом, и писали обратное к нему. Давайте вспомним, как обратно ему действует. Возьмем какой-нибудь вектор Вектор ВКС 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 И разложим его по базису Здесь ВКС ВКС Обратное отображение будет из В. Обратный изомархизм. Обратное отображение будет из ВВН, значит должен получиться здесь столбец. Применяя обратное отображение к вектору С, мы должны получить какой-то столбец. Тихо догадаться какой-то. Вот один. Да. Так. Вот, замечательно. Значит, мы, давайте вернемся к нашей ситуации. У нас есть оператор G, и матрица А это матрица оператора G в базисе Е1ЕН. И мы нашли вектор U в столбец, который является собственным для матрицы А. Теперь я хочу построить, используя эти данные, хочу я построить собственный вектор для оператора. G, вот как, ну, нетрудно, я думаю, это сделаете. У является вектором ВРН, и он, собственно, для А. И как, используя то, что написано на доске, как построить какой-нибудь собственный вектор для оператора G. Скажите какой-нибудь, пока я не прошу заказывать, смело выскажите какое-нибудь предложение. Самое простое, что, имея вектор U и то, что написано на доске, нужно построить какой-нибудь вектор. А? Да! Мы осмотрим вектор U равный, мы применяем F вектор U. Это уже будет вектор из ВЭЧ. Докажем, что он является собственным для нашего оператора. Уже докажем, что делаем Y равно 4. А, собственно, что, как вы думаете, доходу в ней? С. У нас какое-то конкретное. С. Да! С. У вас тут С. С. У нас, собственно, чему равен Y? С. 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 Щ. С. Давайте применять наш оператор жесть. Действие по линейности получаем вот такую сумму. Движний D умножить на G от Ежи-Т. А G от Ежи-Т, чему равно, если нам известна матрица оператора А, оператора G в базисе. Давайте вспомним, как... Ну, наверное, мы сможем... Мы можем учтить уже от Ежи-Т. Если знаем матрицу, то... Если знаем матрицу, то... Тра, тра... Все. Это тоже, знаете ли, на экзамене надо знать сразу. Это определение по существованию матрицы оператора используется. Знаем, что матрица оператора G в базисе Е1-Е, это матрица А с элементами А и Ж. Ну вот, как же, чему же равно G от Ежи-Т. Хорошо, что вы пытаетесь, но надо... Должен получиться вектор из V. G, смотрите, G у нас из V в V. Так? G – это отображение из V в V. Значит, а Ежи-Т тоже из V. Тут вот написано корректно. G применяем к вектору из V, и должен получиться новый вектор из V. Получается вектор строка из Е1-Кедалиен, умножить на житый столбец матрица. Да, значит, это можно записать, видеть, если сумма воспользоваться. Сумма тут, значит, А и Ж на велитый и сумма П. Вот, так что вот эта сумма равна следующему. Главное! у нас мужик и тут сумма поедут по паши а значит уже не зависит от им поэтому можно и что же мы увидим вот такое получается а теперь мы когда стоят две такие суммы можно менять порядок суммирования а Вот. Так. А теперь, смотрите, здесь, значит, сумма по И, поэтому можно такие вот скобочки написать. И, значит, давайте посмотрим на то, что в скобках. Значит, в скобках и фиксировано. Поэтому можно эту скобку так вот переписать. Смотрите, здесь в этом выражении всё, индекс И фиксирован. Можно, значит, скобки переставить следующим образом. Вот те, кто сильно опоздал, отметьте, что опоздал. Вот так я предлагаю оставить скобочки. Точнее, нет. Даже не так. Так. Вот так. Поскольку у нас здесь суммирование по жи, а яиты от жи не зависят, мы выносим яиты из-за скобки. И получаем вот такую сумму. Хорошо. А помним при этом, что справедливо вот это равенство. Давайте его распишем. У нас А умножить на столбец У1УН. Ах, умножить на столбец У1УН. У1УН равно С на этот столбец. А чему? Это А умножить на столбец будет столбец. Какие у него компоненты? Этот столбец, давайте его вычислим. Пойдем. Айти яй. Вот здесь написано. Пойдем. Вот здесь написано. Первое. Значит, это А умножить на столбец будет столбцом. чему равна его первая компонент. Вспомните, как умножать матрицу на столбец. Первая строка, умноженная на столбец. То есть сумма от 1 до n, тут, значит, стоит q и 3, а тут а, элемент матрицы а, с какими индивидуями. Один же, потому что первая строка. Это первая компонента, дальше аналогично вторая компонента. Мы вторую строку умножаем на столбец. Тоже, значит, сумма схожая подзаводуем. И, наконец, последняя компонента. Там мы n-ную строку умножаем на столбец. Вот. Ага. А здесь, значит, такой, какие имеем районы, здесь просто c, это тоже столбец, там у него просто, значит, каждый компонент умножен на c. И вот, смотрите, значит, вот эта сумма, похожая на то, что написано здесь. Это, мне кажется, что вот эта сумма является компонентой какой-то здесь. С каким номером компонента? Вот эта сумма, смотрите, тут мы получили c на уи на еи и суммирование по и, то есть получается такое и от одного до n, c на уи на еи. Так, а c не зависит от и, значит, можно вынести вперед. Танется уи на еи, такая вот сумма, а это чему равно? c на уи на еи, а это есть и у, значит, получается, c умножить на и у. А это мы как раз и хотели доказать. Да, доказали. И заодно вспомнили, как умножать, вспомнили много полезных формул. Так, значит, смотрите, мы построили... Итак, у, хорошо, а, да, хотим мы доказать, что у этого удовлетворяется, и еще нам доказать, что у не нулевой. Потому что мы хотим доказать, что у является собственным, вектор у является собственным для g, а там два условия. Такое плюс он должен быть не нулевой. А почему у не нулевой? Если у нулевой, то тогда все компоненты нулевые, значит, вектор столбец у нулевой, значит, он является собственным для матрики. У, значит, у равный вот этому столбцу не нулевой, как мы знаем, поскольку у является собственным, для матрицы А этот секретарь не нулевой. Следовательно, следовательно, сам у не нулевой, поскольку у равен вот этой линейной комбинации. А, значит, там стоят базисные векторы, которые е, и те, которые линейные независимы. Таким образом мы построили наш, имеем мы вектор y. Вот такая вот ситуация у нас. Теперь, а хотим-то мы построить инвариантное подпространство размерности 1 или 2. И вот в этой ситуации можно построить инвариантное подпространство размерности 1. Какое? Уже подпространство V. Совсем простой вопрос. Смотрите сюда, больше ничего не надо. Вы же не зря, я же, наверное, не зря вас тут мучил по строению вектора Y. Вектора Y. Да. А в пространство W, равное линейной оболочке вектора Y. Инвариантное подпространство G. И размерность его равна 1, поскольку вектор Y является базисом этого пространства. Так. Это мы сделали в случае, напомню, как мы работаем. Мы просмотрели там C корень при физическом ныночленном и мы предположили, что... он вообще говоря, комплексный, мы предположили, что его вещественная часть равна... его минимума часть равна нулю, то есть он вещественный. И вот этот случай мы полностью сделали. А теперь, чуть более сложный случай, когда корень C действительно комплексный и минимума часть его не равна нулю. И вот этот случай мы получили. Продолжение следует... 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 З. Он откуда? Из цели. Да, исцелим. Во. Умеем мы какое разинство. Он не моего, во-первых, а во-вторых, а умножить на этот столбец равно С умножить на этот столбец. Давайте мы... Каждая С катая, З катая, любого К от одного до Н, З катая, есть все-таки его компонента катая, и это есть комплектное число. Давайте мы рассмотрим его вещественную именемую часть. Обозначим П, К и У, К. П, К и У, К, и У, К, и У, К, и У, К, и У, К. П, К, и У, К, и У, К, и У, К, и У, К. Оно цело множество. Это столбец. А, значит, давайте на сам столбец посмотрим. Каждую компоненту напишем вот в таком виде. В1 плюс i умножить на u1, а тут значит vk последняя, нет, не сейчас, v с них нет, пожалуйста, следите, я тут уже не буду говорить. В1 плюс. Затем же должно быть. В1 плюс. И смотрите, что я сделаю. Тут у нас суммы, по правилу сложения столбцов можно это написать так. Столбец p1, pn плюс все остальное. А что такое плюс вот этот столбец? А там где здесь стоит i, комплектное число, которое можно вынести вперед. И умножить на столбец из q. Вот это я по равенству обозначу звездочка. А это две звездочки. И мы подставим две звездочки в одну звездочку. Ставим формулу две звездочки в равенство одну звездочку. И мы подставим две звездочки. Будет у нас а... На вот такую штуку... А еще, значит, я... Вместо z подставлю вот эту сумму. Вместо z подставлю вот эту сумму. Сверхлик готов. О, какая длинная фонка. О, какая длинная фонка. Х.. Давайте мы правую часть вычислим, точнее, ну, раскроем скобки. У нас все линейно, так, значит, альфа умножить на эту, на это слагаемое и на это слагаемое, дальше bti умножить на это и на это, и получится следующее. Смотрите, тут у нас, я хочу отделить, значит, у нас альфа, альфа, бета, p и q, они все вещественные. А есть мнимая единица и, я хочу выделить часть, то есть у нас весь этот столбец имеет как бы вещественную часть и мнимую часть. Вот я хочу написать отдельно у него вещественную и мнимую части. Какая у него будет вещественная часть? Смотрите, если альфа умножить на все p, на слабец p, это будет вещественная. Если альфа умножить на i, на q, это будет мнимая часть. Ладно, дальше, если бета и, бета и умножить на p, это какая часть будет? Мнимая. А вот если бета и умножить на i, на q, то i в квадрате даст минус единицу, получится вещественная. И тогда, значит, вещественная часть, что там будет? Коэффициент альфа минус бета, потому что, значит, бета на i, на i будет, i в квадрате 1 минус на i, значит, бета и умножить на i будет минус бета. Альфа минус бета, получается альфа минус бета умножить на, а, сейчас, это уравно надо, тут, наверное, я не поторопился. То, что мы проговорили, сейчас и запишем. Я пишу альфа на p, на пектор, на столбец p, минус бета на столбец q. По-моему, так. Вот, это, значит, у нас типовещественная часть. Ну да, даже скопки не надо ставить. Это, значит, вещественная часть. А дальше мнимая часть, i. И вот здесь, значит, скопочки. Такие большие. И что будет, если вынести i, что там будет? Откуда вылезет i? Если мы альфа умножаем на i и на этот столбец q, то i можно унестись. Тут, значит, будет альфа на столбец q. А еще, если бета i умножить на столбец p, то i тоже можно унести. Получится бета на столбец q на столбец p. О, это наша мнимая часть. Замечательно. А здесь тоже, значит, а тут мы, смотрите, тут мы а умножаем на вот эту сумму. Умножение матрицы на столбцы линейно, поэтому можно чуть-чуть по линейности можно это дело так написать. Умножить а на этот столбец, потом а на этот столбец, причем и можно вынести вперед. Умножить а на этот столбец. Умножить а на этот столбец. Хорошо, а что я, эта штука является вещественной частью, здесь, в этом выражении все вещественное. Это будет столбец вещественный, то есть он принадлежит РН. Дальше, здесь вот эта скобочка без И, И стоит отдельно, а то, что в скобках, там тоже все вещественное. Тоже, значит, оно лежит в РН. Хорошо, а здесь, смотрите, значит, наша матрица, мы помним, что наша матрица А вообще-то вещественная. Мы ее считаем тут комплексной, поскольку вещественные числа лежат, определяются в одной же там комплексных чисел. Но помним, что мнимые части элементов А равны нулю. Значит, этот столбец, в принципе, вещественный. А и этот столбец, тоже вещественный. Так, ага, уже вырисовывается что-то. И, значит, что же мы получили? Вот это большое выражение равно тому. И слева и справа стоят столбцы, у которых есть вещественная часть и мнимая часть. Здесь мы... Здесь вот вещественная часть, вот мнимая. А здесь тоже, это вещественная часть и это мнимая. Если два комплексных столбца равны, вся сумма является комплексным столбцом, и та сумма тоже является комплексным столбцом, значит, у нас два... Если два комплексных столбца у нас равны, значит, их вещественные части равны, их мнимые части равны, и, значит, мы получаем такое полезное... Два полезных равенства. А. Многий на столбец П. Здесь это вещественная часть, а здесь вещественная часть вот такая. Этот столбец равен вот этому. Альфа на П. Это мы приравняли вещественные части. Теперь аналогично приравняем мнимые части. Здесь вот такая равнимая часть, а здесь такая. Следовательно. А. Умножить на столбец П. А. А. Вот это. 멋ade. Продолжение следует...